В эфире программа День города в студии Оксана Тебенихина. Здравствуйте! Рабочий день подошел к завершению и мои коллеги подготовили для вас очередной информационный выпуск. Смотрите сегодня. Травматический период. Как избежать тяжелых последствий в столь непредсказуемых погодных условиях? Золотые купола. Рязанские журналисты побывали в реорганизованном крупнейшем в городе спортивном комплексе. Жители города продолжают обращаться в нашу редакцию с просьбой осветить их проблему. Резкие скачки температуры привели к сильнейшему гололеду. Обледенелая корка, как известно, в некоторых районах Рязани не посыпается и долгое время не сходит. Отсюда и вытекают неприятнейшие последствия в виде многочисленных травм от падений. Понятное дело, что в этот период количество пациентов в травматологических отделениях города резко увеличивается. А ситуация в целом и о том, как обезопасить себя в столь травматический сезон. Время скользких улиц. Еще вчера вечером в нашем городе шел дождь, ночью подморозило и теперь ходить по некоторым улицам города просто невозможно. Число обращений в травматологические отделения наряду с этим резко увеличилось. Большинство травм получены в гололедицу. Сейчас хочешь чистить, не чистить. То дождь, то морозь, то дождь, то морозь. Поскользовалась я на руку. Сломала. Я упала на улице Денинского комсомола. Там свой дом. Дорожка нормальная была. Когда я спускалась на проезжую часть, я упала. Перелом со смещением. Вот какая у меня рука. Вот смотрите. Я группировалась, чтобы бедро не поранить. Оглы бы-то все замерзли, и я себя раздробила плечо и предплечь. На Московском шла на базар и упала. Все, перелом. Неделю вот сижу сейчас, посмотрят, что может быть, если неправильно срослось, значит будут снова ломать. Вот где машины ездят, они колесом пробивают к себе эти колею. А где люди ходят, даже песок не сохраняет от падения. Самая частая травма сегодня – перелом лучевой кости в типичном месте и перелом шейки плеча. По частоте следом за руками страдают ноги. Нередки случаи перелома лодыжки в голени. Во время гололеда старайтесь идти небыстро, руки в карманах не держать, балансировать ими при движении. Желательно наступать на всю подошву, не поднимать при этом высоко ноги. Врачи также рекомендуют при возможном падении не выставлять руку вперед, ноги держать вместе. Также можно обезопасить свою обувь. Самый простой вариант – отнести сапоги в ближайшую мастерскую и попросить сделать профилактику от скольжения. Вам наклеят специальную резиновую прослойку, которая предохранит обувь от гололеда. Для безопасности нужно одевать обувь соответствующую, либо насадки такие есть на обувь с железными шипами, либо самая хорошая безопасность – это находиться дома и не выходить в такую погоду. Ну а если уж случилось, что упало? Лучше зафиксировать конечность тем, что есть, картонными коробками, либо чем-то еще, и обратиться к специализированному, ну к врачу. Врачи-травматологи утверждают, что с резкой переменной погоды количество обращений пациентов увеличилось в два раза. Однако мы можем изменить такую тенденцию, помнив о безопасности и закладывая на дорогу до дома или работы больше времени. Рязанские журналисты посетили детско-юношескую спортивную школу «Золотые купола». В 2015 году путем реорганизации в Рязани к «Золотым куполам» были присоединены спорткомплекс «Локомотив» и шахматный клуб «Интеллект». Возглавил одну из самых крупных спортшкол города заслуженный тренер России Юрий Храмов. Марина Комиссарова расскажет в своем сюжете о пресс-туре более подробно. Процесс оптимизации спортивных комплексов никак не сказался на деятельности отделений. Количество детей, посещающих спортшколы, не уменьшается. При этом не останавливает даже отдаленность нужной секции. Некоторые, например, приезжают в «Золотые купола» из Рыбного. Ну, как мы уже говорили, в 2015 году прошла оптимизация спортивных учреждений города. И одна из самых многочисленных школ у нас теперь – это «Золотые купола», в которые влились спортивные учреждения муниципальные – это «Локомотив» и детская спортивная школа «Интеллект». Теперь в школе занимается более 2200 воспитанников по пяти основным видам спорта. Это кикбоксинг, футбол, конечно, тяжелая атлетика, художественная гимнастика и шахматы. Тяжелая атлетика – не самый массовый вид спорта. Однако и в зале со штангами есть желающие стать сильнее. Отделение футбола – самое многочисленное. Помимо «Золотых куполов» занятия проходят в разных районах города. На стадионе «Химик» и в спорткомплексах «Самый локомотив» на базе школ номер 32, 60, 54 и 35. У нас есть отделение футбола, где занимаются дети, начиная с пятилетнего возраста и заканчивая 16-17 лет. Естественно, народу много. Группа есть. Группа начальной подготовки. Затем у нас есть группа, которая играет на первенство России, это Черноземье. Там уже группы состоявшие. К занятиям по кикбоксингу допускаются дети с 7 лет. Но стоит подчеркнуть, что тренер может посоветовать родителям подождать с занятиями. Ведь кикбоксинг – спорт, в котором прежде всего надо научиться беспрекословно слушать тренера и думать головой. Прежде всего родители приводят детей, и мы объясняем, что ребенок должен изначально усвоить технику как удара, так и защиты. Защита в кикбоксинге прежде всего. И если ребенок слушает внимательно и с самого начального этапа подготовки начинает усваивать защиту, то, что не парадокс, то травм у этого ребенка минимум. Среди воспитанников спортшколы уже есть победители первенств России, Европы и мира. Со следующей недели начнется подготовка к первенству России и к чемпионату России по кикбоксингу, которые будут проходить в Омске. Участие в них примут и рязанские спортсмены. В нашу редакцию продолжают поступать звонки граждан, ведущих упорную борьбу с непреодолимой силой бюрократизма и непробиваемого упрямства некоторых городских руководителей. Пенсионерка Лидия Ермоленко уже несколько лет ведет судебную тяжбу со строителями, архитекторами и властями. Причина – аварийное состояние квартиры в когда-то новом, а на сегодняшний день разваливающемся доме номер 250, корпус 7 по Михайловскому шоссе. Пенсионерка приобрела жилье в 2007 году. Дело в том, что одна комната находится в той части дома, что стоит на сваях, а другая расположена на фундаменте. Между комнатами проходит деформационный шов, который постепенно рушится, и жители многострадальной девятиэтажки рискуют совсем скоро остаться без крыши над головой. Вот эта часть комнаты, которая в другом здании, она отходит, оседается за время проживания. Вот сейчас на 10 сантиметров, может быть, уже и больше осела. Пенсионерка Лидия Ермоленко знает все строительные термины не понаслышке. Уже 8 лет она живет в квартире, которая располагается сразу в двух разных зданиях одновременно. Сквозь всю стену дома проходит огромная трещина, которая появилась спустя всего два месяца после окончания строительных работ. Дом буквально расползается на две части. Как выяснилось, в расчет архитекторов закралась ошибка. Она заключается в так называемом деформационном шве, который устраивается для того, чтобы здания могли оседать без вреда друг от друга. Но его прокладка через жилое помещение – нонсенс. В результате одна из комнат квартира Ермоленко уплыла вниз почти на 10 сантиметров. Стены и потолки деформируются, штукатурка отваливается. Ремонт делать бесполезно, потому что этот плавающий процесс продолжается. Мы начинаем летопись вашего счастья. Таким был лозунг, под которым началось возведение жилой девятиэтажки по улице Михайловское шоссе. Действительно, место для застройки очень хорошее. Вид на поля, речку Павловка вдали от шумного загрязненного центра. Но когда дом был сдан, жильцы поторопились перевозить свои вещи. Уже буквально через несколько месяцев его стены начали расходиться по швам. Вот здесь уже все заложено параллоном. Здесь пакля. Вот это все продувает. Это уже почернело. Здесь запах плесени. По словам Лидии Ермоленко, комната отошла на 9 сантиметров по горизонтали от остальной части квартиры и начала опускаться. На данный момент разница между уровнем пола этой части квартиры и уровнем пола в этой комнате составляет около 9 сантиметров. Женщина говорит, что с помощью этих щелей она всегда в курсе, дома ли и о чем разговаривают ее соседи. Ну вот так вот, вставив линеечку, я свободно проникаю в другую квартиру. Мы отлично друг друга слышим, мы всегда знаем, кто когда закурил и кто что сказал. На сегодняшний день у пенсионерки на руках солидная папка документов, постановление судов и ответы научных институтов, письма из администрации города. На всех бумагах прописано, дом находится в аварийном состоянии. И только один документ говорит об обратном – заключение межведомственной комиссии. Здесь есть и заключение независимых экспертиз, установившее наличие критического дефекта в конструкции дома, при котором проживание в здании не только нежелательно, но и опасно для жизни. Рассказывая о судебных процессах, женщина горько усмехается. Виноватого найти так и не удалось. Фирма-застройщик объявила себя банкротом, а следовательно компенсировать ущерб не в состоянии. Вот у меня опять фактически решений судов, где действия межведомственной комиссии признаются незаконными. Номера телефонов, названия лекарств и афоризмы любимых писателей. Такими граффити Лидия Ермоленко украсила голые стены комнаты собственноручно. Все равно дело здесь ремонт, она уже не будет. Художественный музей имени Пожалостина отпраздновал свое столетие в прошлом 2015 году. Но торжественные мероприятия, посвященные такой знаменательной дате, продолжаются до сих пор. В частности, прямо сейчас действует выставка, которая рассказывает об истории музея. И многие выставленные экспонаты еще ни разу не представлялись перед посетителями. Подробнее в следующем сюжете. Юбилейная экспозиция в музее имени Пожалостина посвящена столетию собрания и почти полностью повторяет самую первую выставку, которая состоялась век назад. Последнюю неделю в Рязанском художественном музее работает выставка под названием «Открыто для обозрения публики». Эта выставка очень важна для нас. Она посвящена столетию открытия первой экспозиции музея, которая произошла 23 марта 1915 года. В первом зале экспозиции можно ознакомиться с гравюрами, исполненными самим Иваном Пожалостиным. Рязанский художественно-исторический музей сразу получил имя нашего известного земляка, гравюра Ивана Петровича Пожалостина. Один из основателей музея, главный энтузиаст этого дела, Александр Александрович Киселев-Камский, был знаком с Пожалостиным, пользовался его советами, учаясь в рисовании и, в общем-то, как дань памяти и уважения этому мастеру предложил присвоить его имя вновь образуемому в Рязани художественно-историческому музею. Выставлено 80 работ. Представлены и картины, с которой началась коллекция «Иконописец» Клавдии Лебедева. Она была подарена музею в 1913 году. В коллекции есть и литография Леонида Пастернака с дарственной надписью, и два портрета, созданные художником Михаилом Рундальцевым после той первой выставки, едва ли не впервые покинувшими запасники. После революции художник уехал за границу и впал в немилость у советской власти. К тому же на портретах изображены последний российский император Николай II и его дядя, великий князь Николай Николаевич. Эти работы уникальны, они еще никогда не выставлялись для посетителей. Познакомиться с экспозицией возможно до конца текущей недели. И о погоде. Февраль бесспорно удивил рязанцев своими весенними этюдами. Заберет ли зима свое, и если да, то как скоро, расскажет Наталья Новикова. С начала февраля погоду в нашем регионе определяли пасмурные циклоны. А вот на этой неделе их череду прервет антициклон. Есть все шансы, наконец-то, порадоваться солнцу. Хотя сегодня в это верится с трудом. И днем пору было надевать резиновые сапоги и не пренебрегать зонтами, как многие и поступили. Дожди, как ни странно, стали реалией текущего февраля, всего непрекращающейся оттепельем. А вот уже в среду намечается резкий перелом в погоде. После отхода южного циклона на северо-восток в центре европейской территории России начнет распространять влияние антициклон из Европы. Наша область окажется на его восточной периферии под северным ветром с порывами до 15 метров в секунду и более. Давление резко подрастет и станет выше нормального более чем на 10 единиц. В ночь на среду похолодает до минус 2-6 градусов. Лужи и снежная каша замерзнут, на дорогах появится сильная гололедица. Вместо дождя возможен небольшой снежок. Днем ожидается облачное с прояснениями погоды. Небольшой снег при температуре около минус 2 градусов. В четверг давление еще немного подрастет. Ночью по области температура местами понизится до минус 8-10 градусов. Погода днем порадует солнышком, но сохранится северный ветер. Благо, порывы поутихнут и будет он вполне умеренный. Днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла. В пятницу и субботу наш регион останется под влиянием антициклона на его западной окраине. Ночь на пятницу станет самой холодной в этом феврале. Температура понизится до минус 7 градусов. По области до минус 10-12. Днем снова покажется солнце. Небольшой снег при температуре минус 2-5 градусов может вновь покружить лишь в субботу. Как бы то ни было, зима доживает свои последние деньки. Весна неумолимо приближается, а стало быть, совсем скоро солнце уже надолго поселится на небосводе. Дни станут еще дледнее, дожди теплыми, ну а настроение пусть будет хорошим уже сейчас. На сегодня это все новости, которыми я и мои коллеги успели с вами поделиться. День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»